Да, включил. Уважаемые дамы и господа, здравствуйте. Мы продолжаем наш реколепный курс, в котором мы рассматриваем классические еврейские тексты, тексты Станаха с точки зрения иврита, и, соответственно, можно сказать, учим иврит по нашим классическим текстам. Сейчас начало второго месяца Адар, и в эту субботу мы читали недельную главу, которая называется «Пекудей». Этот курс наш уже идет в третий цикл, но две главы, которыми заканчивается книга «Шмот», «Вояквер» и «Пекудей», иногда они читаются в одну субботу. Иногда, как вот в этом году, поскольку год високосный, и количество суббот в нем больше обычного, мы прочитали отдельно «Вояквер» и отдельно «Пекудей». Кажется, в прошлом году мы разобрали сороковой параграф, это последний параграф главы «Шмот». Сегодня мы разберем параграф 39. Для тех, кто смотрит нас первый раз, маленькое объявление я поставил на нашу группу в Телеграм, как обычно, два файла, а именно то, что вы сейчас видите на экранах, то есть текст с размеченными словами. Желтым я отмечаю слова, на которых я хотел немножко остановиться, зеленым слова, которых вы можете не знать, и они вошли во второй файл, который называется «Словарь». Кроме того, я поставил еще файл, который называется «Магелат Эстер». Дело в том, что уже третье занятие, я добавляю к нашему обычному материалу текст «Магелат Эстер». Вот сейчас я добавил туда. Ух ты, какая неприятность. Да, понятно, спасибо. Спасибо за сообщение. Так, сейчас я исправлю. Что случилось? Маленькое замечание. Сейчас я постараюсь исправить. Так, вот, я поставил файл, который называется «Магелат Эстер», и там я тоже разместил слова. Голубым на «А» обозначены слова именно собственные, либо специфические слова, очевидно, из персидского языка, взятые в «Магелат Эстер». Либо, вот, а зеленым – те слова, которые стоит посмотреть в словаре, но словарь я не готовил. Я не готовил, сразу вас предупреждаю. Значит, если у нас останется время, но только в том случае, если у нас действительно останется время, я займусь и этим вопросом. Если же нет, то… Так, я сейчас прошу извинения, я исправляю маленькую ошибку. Сейчас, я надеюсь, Анна мне доложит, все ли в порядке. Так, вот, если не успеем, то, значит, возьмите этот файл для самостоятельной обработки. Вот, и я надеюсь, что какую-то полезную информацию я вам все же дал. Так, сейчас, минуточку. Вот так. Анна, вы мне напишите, да? Так, я возвращаюсь. Так, я возвращаюсь к нашему тексту. Видно текст, да? Так, теперь мы по очереди. Тот, кто хочет и тот, кто может, читает текст, а кто может еще и переводит текст. Вот, естественно, под моим чутким руководством, потому что какие-то вещи я хотел бы вам добавить. Да, это не страшно. Так, первую фразу традиционно читаю я. Итак, шамот, недельная голова, называется пекудей. Параграф у нас кламетет, что означает 39. Я читаю послуг альф, то есть первый. И из хелет, что такое хелет, я напомню. Это шерсть, покрашенная синей краской, специфической, специальной. И аргаман – это шерсть, покрашенная багряной краской. Ветулатшани – это шерсть, покрашенная красной краской. Сделали, ну, параграф, как бы продолжать тему предыдущего параграфа. Поэтому мы, в общем-то, начинаем даже не с точки, а с запятой. Сделали бигдей серад – это значит служебное одеяние. Лешарет – это значит служить. Ба-кодеш – в святом. Слово кодеш здесь используется как существительное. То есть либо это значит служить в святости, либо служить в том месте, которое считается святым. Напоминаю вам, что мешкан с киней завета состоялось в двух помещениях. Ближайшее называлось кодеш, и туда заходил коэн каждый день. И от него была отгоражена завесой небольшая комната, которая называлась кодеш, кодеш – по-русски «святая святых». И туда заходил только коэн-гадоль, и только один день в году в Йом-Кипур. Так, уважаемые товарищи, походу мне можно задавать вопросы. Я постараюсь ответить на вопросы, связанные с грамматикой. И все, но я не ставлю задачу дать комментарий и что-то объяснить. Если это по теме и не займет много времени, я берусь. Если нет, есть, слава богу, много сайтов, где вы можете найти много очень интересных комментариев. Лешарет ба-кодеш – ва-я-су. И сделали одежды святости, или священной одежды, которые для Аарона, как повелел Всевышний Моисею. Замечательно. Первая фраза прочитана. Вторую фразу, я надеюсь, прочитает Анна. Прошу вас. Так, Бет. Так, и сделал эйфот, это специальная такая часть одежды первосвященника. Значит, типа передника, только еще с лямками. Только сзади. Только одевался он там сзади. Так, значит, из золота, из хелят, ну, это вот шерсти, покрашенные в синий цвет. Аргаман – это тоже шерсть, только красная. То ладжи нет, какая-то такая специфического цвета. И шерсть Макзар – это лен, скрученный лен. Крученный лен, да. Что значит крученный, я не очень могу объяснить, очевидно. Видимо, нитки, которые скрученные, может быть, особо, особо, несколько раз. Что такое лен? Да, 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 это стебли. Ну, это растительное волокно. Да, в зависимости от обработки они могут быть более, так сказать, тонкими. Может быть, вот это вот кручение что-то им добавляло. Понятно. Самое интересное, что здесь шерсть и лен, как в обычной одежде, это нельзя сочетать. А в одежде первосвященника, наоборот, даже и прикупать повелено. Это шаапнез, это один из хукин, то есть законов, которые нам непонятно, нерационально объяснить их нельзя. Действительно, шерсть и лен в одном предмете одежды, в ткани, не могут сочетаться. Либо то, либо другое, либо ничего. Да, например, одежда полностью шелковая. Да, но вот в тканях мешкана и в одеяниях коэна, да, они сочетались. Так, спасибо. Анна, вы распределяете порядок. Так, у нас из считающих Тимофей сейчас есть и Людмила. Значит, Тимофей получается. Так, Александр... Если кто-то еще захочет, то, пожалуйста, конечно. Давайте так. Вы поднимаете руку, либо включаете микрофон, и мы видим, что вы беретесь почитать. Ну вот Тимофей сейчас, пускай, читает. Да, Тимофей, тогда я читаю. Гимель. Ва ярке у, это пахей азагав, ве кецец птелим, ласот бетох тхелет, у бетох аргаман, у бетох толад ашани, у бетох ашеш, маасехо шеш. Да, верно. Пробуем переводить. Да. Ва ярке у я нашел перевод такой, расплющенный. Вы согласны? Да. Что же они расплющили? Это пахей азагав, это эти золотые нити? В общем-то, да. Нет, здесь рассказывается об изготовлении этих нитей. А слово пах в современном иврите – это баночка такая жестяная, как для колы, например. Дело в том, что слово пах означало изначально жестянка. И вот здесь имеется в виду тонкие листы золота. Что они с ними сделали? Они их расплющили, значит, ковкой, наверное, до очень тонкого состояния. А дальше идет кецец. Что это такое? Нарезать. Нарезали. Да, да, да. Тимофей, Коля, кого-то вам. Я, честно говоря, даже не ожидал. Дело в том, что израильтяне, которые сталкиваются с ивритами каждый день, наверняка в связи с вот этим словом кецец, вспомнили слово кцица. Что означает буквально котлета. Рубленная, да, то есть измельченная. Да, кецец – это буквально нарезали, да, нарубили. То есть как были изготовлены нити шерстяные или льняные, это мы более-менее понимаем, да? А что такое золотая нить? Так вот, она была изготовлена не волочением. Отсюда, кстати, слово русское – волокита. То есть прохождением нити через отверстия все более и более тонкие, все меньшего и меньшего диаметра. Так что в результате получается тонкая золотая нить. Нет, здесь технология была другая. Лист золота ковали до тонкого состояния, а затем нарезали на очень тонкие полоски, которые каждый представлял собой нить. Спасибо. И вот так продолжаете, Тимофей. В кецец. Вот птилим – это нити. Это нити. Чтобы сделать внутри вот этой голубой материи, да, и внутри артамана пурпурной, да, и внутри тулата шини. Это, наверное, червленая, да, красная. Да, наверное. Скорее всего, да. Потому что тулат – это как раз червь. Да. Так. И вот так ашеш. Имеется в виду, как я слышала, то есть это вот эти вот все нитки, которые выше упомянуты, плюс вот эта золотая нитка еще с ними со всеми сплеталась. То есть каждая такая нитка была сплесена с нитью золота? Нет, золото – только одна ниточка была вместе туда. То есть все вот эти сколько? Там шесть нитей и плюс еще золотая. А, понятно. Понятно. Вот так, да. Как-то так. Окей. Ну, я не спорю с комментарием, хотя можно было понять текст и несколько иначе. Так. И последнее. Масэхушев. Как вы, Тимофей, переведете? Работа, шеф, шеф – это кто? Умная работа. Специалист, да. Профессионал. Наверное, так. Так. Да, спасибо, Тимофей. Очень здорово. Так, Давид? Я знаю, Ирина не хочет нас почитать? Она вроде микрофона у нее включена. Да, микрофон включен, но я еще стесняюсь. Я немножко послушаю. Хорошо? Ирина, милости просим, да. Но как только у вас возникнет желание, мы будем рады. Мы прощаем ошибки. Медленное число. Ну, давайте попробуем. Вот здесь, вот читайте то, что вскоп. Вато. Шне-ка-це-вато. К-цо-та-ва. 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 К-а-бар. Хаб-хо-бар. К-у-бар. К-у-бар, совершенно верно. Если вы какие-то слова узнали, будьте, пожалуйста, любезны. Золотой тхелет, тхелет, верю, ну, полоска. Нет, минуточку. Мы начинаем, мы читаем далее. К-тефот. А, слихай, слихай. К-тефот. К-тефот, а-су. К-тефот – это буквально плечи. К-тефот. Сделали ему плечи. Вот здесь имеется в виду наплечные что? Давайте мы увидим. Так, можем считать наплечники. Сделали ему а-су-ну. Дальше. Хо-в-рот. Ле-хабер. Хи-бу. Это соединение. Соединенные, получается. А-ль-ш-не-к-тва-то. С двумя. К-тефот – это край. К-цот-тав – это края буквально его. Хубар. Хубар – это то же слово, что у нас было. Хубар – присоединенные. Да. С двумя присоединенные. Ирина, Коля, кого-то. То есть сделали наплечники. Присоединенные. К двум краям. Не написано чего. Ну, у нас есть идея, да, что это такое. Вот этот самый эйфот, про который выйдет речь. Да, да, да. К эйфоту были присоединенные такие наплечные лямки. Да. Хей. Кто дальше? Людмила у нас. Хотел только сказать, а все знают, что вот в армии этот эйфот, вот жилет, то, что называется бронежилет, тоже называется эйфот, между прочим. Именно вот так эйфот. Эйфот, да. Потому что слово афота, оно, кажется, более современное. Нет, нет, эйфот, эйфот, эйфот. Такое. Такое. Там еще драгоценное время ничего не изменилось. Так и осталось. Эйфот, да. Ну, как бы видно, похож, все, да. Натан, ты у нас главный специалист. Ну, я, да. Слушай, я вообще-то когда, 20 лет назад, вышел в отставку из того, можно сказать. Но, тем не менее, это осталось 100%. Меня отправили в отставку буквально на второй день. Не знаю, почему. А, да? Чем? Ну, да. Была история. Хотя я, в общем-то, не только был готов, но изъявлял желание. Ну, что же делать? Моя иврит. И иврит доучивал в армию, скажем так, обновлялся с народом. Насколько я помню, по связи очень сложно это всегда говорить, потому что всегда очень отрывисто и коротко, и дико страшно, что не поймешь. Ну, то, окей. Моя иврит. Да, верно. Спасибо. Вот тут интересно, как это перевести. Хешев – это буквально мастерство, наверное, да? Афудато – его вот этого нагрудника. Ашер Аллаф, который на нем. Если можете, вот отсюда переводите дальше уже. Чуть полегче пойдет. У меня стоит пояс, что пояс ифода. А, хешев, конечно. Хешев – это пояс. Конечно, извините, извините. Пояс. Пояс ифода, его ифода, который на нем. И от него он… Из него он буквально. То есть он единое целое. Не присоединен, а… Сделает его как бы, да? Ну, то есть он сделан, соткан был как единое целое и не это самое… Не пришит, как обычно бывает из-за детали, пришивают, а он соткан был как и вместе с ним. Золотой и хелет. И перечисляются снова материалы, из которых был сделан как эйфод, так и хошер. Золото, хелет и аргаман. Мы можем просто это каждый раз не тащить, да, просто читать, как они есть. Хошер – это червень, да, червень, это да, шеш-маш-тар. И льна. Шеш-маш-тар я не расслышал, просто не было связи, что это льна. Льна, льна, льна сказала, что это льна. А, льна, да, да, конечно, да. Льна, я родителям, который заповедовался… Как заповедовал, да, Бог Моисеев. Как велел Бог Моисеев. Да, да, все правильно. Спасибо, спасибо. Все правильно, да. Андрей сказал, что он тоже может почитать. Андрей, мы будем рады. Так, прошу вас, Андрей. Андрей, вы с нами? Меня слышно? Да, конечно. Сейчас, секундочку. Ва-я-су-те-а-вней-хаш-хам-му-сах-бот-миш-бецот-захав-рам-э-пуха-от-пи-ту-гей-го-нам-халеш-мот-бней-израэль. Да, все правильно, все правильно, да. Попробуем перевести. Проблема с переводом. Значит, давайте сделаем так. Вы можете говорить, а я предоставлю вам такую возможность. Ва-я-су. Это сделали, множественное число, у показывает так. Что они сделали? Ав-ней-ха-шохам-эвен-камень. Шохам-это, как по-русски переводится, оникс, да? Оникс, оникс, да. И сделали ониксовые камни. Му-са-вот. Я предлагаю рассмотреть это слово как от корня совев. Совев – это значит окружать. То есть обрамленные, то есть ставленные в оправы. Миш-бец-от-загам. Слово миш-бец-ет, да, именно и означает оправу. То есть оправленные в оправы, сделанные из золота. А в современном иврите вошло слово маш-бец. Что значит? Клеточка. Кроссворд, клеточка, да. Так, теперь мэ-фу-та-хот-пи-ту-хэй-хот-там. Вот здесь Андрею повезло. Это выражение я беру на себя. Почему? Значит, слово посередине. Давайте разберем. Пи-ту-ах – это развитие. Ну, однокоренность с словом бот-эя, что значит открывать. Хот-там, как мы знаем, это печать. Почему? Ну, мы, например, в Роша-Шана желаем хатима-ва. Хорошей подпись. Есть слово хатима-подпись, хот-тамет – печать. Вот возьмем слово печать. Как выглядит сама по себе печать? То есть то, чем мы делаем изображение на бумаге, да, это берется некий материал, удаляется все лишнее и остаются выпуклые буквы в зеркальном отражении. Ну, то, что в зеркальном отражении здесь не так важно, да, а то, что эти буквы выпуклые, вот это и называется хот-там. Теперь мэ-фу-та-хот-пи-там, буквально разработанные, разделанные работой вот того резчика по печатьям, да, то есть тот, кто делает ингрейментс, надписи, допустим, на камнях или действительно изготавливает личную печать человека, вот так вот на этих камнях, на двух ониксах, да, были выгравированы, но не внутрь, а наоборот, выступающими, так, что имена? Аль-шмот бне-исраэль. Андрей, какие слова вам отсюда известны? Ну, имена сынов Израиля. Да, действительно, по именам сыновей Израиля, сынов Израиля, то есть 12 колен, 12 сынов Израиля, да, их имена были выгравированы. И шесть на одном камне на одном плече, шесть на другом камне на другом плече. Да, совершенно верно. Так, Зайн, кто желает? Теперь уже вы, наверное. Я желаю, хорошо. Читаю. Ваясем отам аль-кит-фот ха-э-фод, а вне-изи-карон ливне-исраэль кашевцы-вашем эт-му-ше. И положил буквально их на плечи эфода, или на плечники эфода, да. Что это, по сути, было? Крепление вот этих лямок, да, к чему? Как называется вот этот задник, который не передник? Эфод. Вот у него шли эти лямки по спине и доходили до плечей, да. А у нагрудника лямки шли по груди коин-кадоль и доходили до плеч. А соединялись они, очевидно, с помощью вот этих вот камней, ониксов. Так? А вне-изи-карон тут они названы, то есть камни для напоминания. Вне-изи-карон от корня Захар, Захар, память. Для сынов Израиля, как повелел Бог Моисею. Чудесно. Хэт. Анна, прошу вас. Да. И сделал Хошин нагрудник работы искусственной или работы искусственного мастера, такой же, как Эйфод, как сделан Эйфод. Тот, как Эйфод и как Эйфод, да. Да. Значит, золотой, золотой все материалы, да, из того же материала. Золото и голубая шерсть, и красная шерсть, и вот этот ладжи-червленица, и крученая-крученого льна. Да, так оно и было. Спасибо, Анна, замечательно. Так. Кто теперь? Тимофей? Я теперь. Тимофей, да. Тимофей начинается с ТЭД, как вы пишете свое имя? Да, да. Моя буква. Да, прошу вас. Читаем. Он был квадратным. Да. Слово «зерет» сейчас называют «мизинец», но здесь смысл – это размер. Размер 5. То есть, конечно же, это был не квадрат, вот сколько длина мизинца, примерно 5 сантиметров. Не 5 на 5, а сколько. Слово «пять» – это вот примерно так. Видно меня, да? Да. То есть, если мы растопырим до максимума палец большой и палец мизинец одной руки, получится у нас здесь примерно сантиметров, наверное, 20. Значит, будем считать, что это и было стороны одного квадрата. Но сказано, что он был не только рабуа, но и кофуль. Кофуль. Что это? Двойное. Да, двойное. Двойное с двойной внуке. То есть, мы берем размер, скажем, 20 на 40, да, складываем пополам, и получается квадрат 20 на 20. А внутри вот этого образовавшегося кармана, да, помещался урим в эту мим, о котором мы не знаем, что это такое, но знаем зачем. Ну, да. Так, Тимофей, все сделано, да? Ну, да, переводим. В общем, этот кошин был размером 5 его длина и 5 его ширина. Удвоенный, да. Да, да, сложенный вдвоем. Так, спасибо. Юд, чей? Так, Ирина тогда получается. Вэям, вэ, вэям, лу, не могу, вэям, лу, бо, арба, торэй, а, эвэн, тур. Просто читайте. О, дэм, о, дэм, пидда. Так, орэй, пидда, вэ, барэкет, вэ, барэкет, вэ, барэкет, вэ, а, эхат. А, эхат, совершенно верно. Ой, вообще. Да, здесь идут названия ко мне и в следующих трех фразах тоже. Эти слова… Кодом красный что-то. Минуточку, сейчас мы дойдем до этого. Давайте переводим. Значит, это слова, которые мы не контролируем на слух, потому что они у нас не на слуху. Итак, вэй, бал, у, от какого слова? Я уже потеряла, где я читала. А, вэй, мал, у, не знаю. Дополняйся. Дополняйся. Дополняйся, да. Дополнили его. Арбаа турэй, а, эвэн. Четыре турэй, эвэн. Четыре камня. Четыре ряда камней. Тур – это ряд, а тор – это очередь. Но тор пишется через ста, насколько я помню. Так вот, значит, ряд состоит из камней, которые называются Одем, Питда и Варекет. Одем действительно однокоренной с красным. Судя по всему, это рубин. Питда, насколько я помню, посмотрите в словарь, это, возможно, изумруд. А Варекет… Наоборот, это топаз, а последний – изумруд. А Варекет – это изумруд, да? Конечно, изумруд – это шеветлевик. Гатур, га, эхат – это один ряд. Один ряд, да. Да, да, есть. Да, правильно, спасибо. Юл, Алиф. В современном иврите – одым – это помада, если кто-то не знает. Да, да. Это тоже слово «одом», да. Адом – гоэсав. Так. Людмила, насколько я понимаю. Ну, в хатур хашини, нофэх, сапир, в яхалон. И второй ряд. Да, нофэх. Посмотрите, слова что нам показывают. Бирюза, да. Сапир. Возможно. Сапир, он так и есть. И яхалон я даже не выделил, потому что это слово известно. Это? Это алмаз. Это яхалон. Алмаз. Алмаз, да. Теперь я задал себе работу посмотреть, как словарь переводит эти камни. И должен сказать, что вот это тот случай, когда я более согласен со словарем, нежели с переводом. Дело в том, что переводом я пользуюсь, если слово не дает мне должного значения. Например, если слово не используется в современном иврите или используется в другом значении, да, я пользуюсь переводом. Перевод – это один из многих. А поскольку мы некоторые понятия, как в данном случае камни или в другом случае, например, породы птиц, мы можем их не идентифицировать. Разные переводчики по-разному используют те или иные термины. Поэтому иногда словарь пишет некий какой-то драгоценный или полудрагоценный камень или минерал, камень, который был в нагруднике первосвященника и так далее. Перевод не может себе такого позволить, сказать, вот какой-то такой камень, а вот какой-то другой камень. Поэтому используется один из вариантов, одно из мнений, что означает данное ивритское слово, да, но мы не можем быть уверены, что это именно так. Так что, пожалуйста, смотрите словарь, но знайте, что здесь пока это не стопроцентно точно. Спасибо. Это был что? Ют Алиф. Да, теперь Ют Бет, третий ряд, кто прочитает? Я могу прочитать. Андрей, у нас же Андрей еще читает. И да. Совершенно верно, спасибо. Гатур ряд, Гашлиши третий. Теперь, как мы переведем вот эти три камня по тому мнению, которого придерживается перевод, который я использовал? Лэшем – это что, апалл? Яхант. Яхант, так. Шво – это? Агат. Агат, так. И ахалама? Аметист. Аметист, понятно. Вот по поводу слова Лэшем – маленькое отвлечение. Антон Павлович Чехов говорил, что любое сочетание букв может служить фамилией еврею. Я считаю, что абсолютно любое еврейское слово может служить фамилией израильтянина. Так вот, некое должностное лицо имело вот такую фамилию Лэшем. От него что-то зависело. То ли он был член КНЕСЭТа какой-то, то ли какой-то высокопоставленный чиновник. И вот в одной русскоязычной газете, я сам видел, в заголовке, была использована его фамилия в дательном падеже. Все поняли, да? Было дано указание Лэшему. Вот, к сожалению, так. Да. Но мы продолжаем работать и прочитаем Людгимов про четвертый ряд. Так? Теперь вы только. Теперь я. Понятно. Вегатургарвии таршиш шогам в яшпе. Мусабот мишбецотзагав бамилуотам. И ряд четвертый. Кто такие таршиш шогам в яшпе? Я не помню. Таршиш это? Посмотрите. Хризалит. Шогам это вроде бы вот этот оникс. Это оникс, который там же, который на плечах. Да, и яшпе это яшма. Так? Теперь мусабот, окруженный мишбецотзагавами золотыми, бэмилуотам в наполнениях их. То есть оправы были заполнены этими камнями. Вот так. Спасибо, Юдавид. Теперь я. Так. В Аваним, аль шмот в ней Исраэль, гена, штеем Исре. Аль шмотам, петухей, хотам, иш аль шмо, лишней им асар, шавет. Шавет. И камни по именам сынов Израилевых. Хенна. Это как хенна. Вот они. Вот они. Их двенадцать. Да. Для их имен. Значит, вот этот петуха хотам, это печатная, ну, при мне переводится как печатная резьба. То есть имеется в виду вот так же, как наплечники. То есть вокруг них вырезался материал. И оставалась такая выпуклая, выпуклая буковка. Да, кажется, Микеланджело сказал. Я беру камень и отрезаю от него все лишнее, получается скульптура. Да. Так и здесь, да. Каждый, каждый, ну, как буквально человек по имени его. Да. Имеется в виду, на каждом камне было написано имя одного из двенадцати колен. Двенадцати, для двенадцати, ну, вот как раз тут написано. Лиш шнеим асар шавет. Для двенадцати, для двенадцати шавет, для двенадцати колен. То есть на каждом двенадцати, у каждого колена был как символом какой-то камень драгоценный. На нем было написано его это название колен. Да, 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 совершенно верно. Так, теперь я задам вопрос и жду ответа от всех, кроме Анны, которая, конечно, это знает. Почему здесь двенадцать написано штейм эсре, а здесь двенадцать написано шнейм асар. Вопрос не очень сложный, но требует знания определенного грамматики. Кто возьмется? Штейм эсре здесь, а шнейм асар здесь. Дело в том, что штейм эсре – это двенадцать женского рода. То есть сам предмет, да, чего двенадцать? Двенадцать камней, слово эвен, женского рода, хоть и не похоже на то, просто надо это запомнить. Эвен аванин, но тем не менее эвен. То в аваним, то вот. А шнейм асар шавет, слово шевет, колено, имеется в виду колено израилевы, да, оно мужского рода, поэтому шнейм асар мужского рода. А как мы называем основную молитву Амеда? Мы называем ее восемнадцать. Восемнадцать чего? Восемнадцать. Поэтому шмона эсре. Совершенно верно. Перевели, да? Есть. Тет вав, что значит? Пятнадцать. Кто берет? Тимофей. Я беру. Ваясу. Аляхошен. Широт. Гавлут. Гавлут массе. А вот загав. Терор. Тут чуть сложновато будет, но я готов подхватить. Хорошо. И сделали на хошене цепочки. Цепочки. Теперь слова гавлут от слова гавлут. Гавлут. Граничащие, крайние, что ли? Крайние, да, проходящие от края. Не по краю, а от краю. А вот что такое? АВ через Айн. Это. Я вижу, это резной. Да, да. Да, вот это какая-то типа плетеная. То есть такая толстенькая плетеная. Да, да, плетеная, правильно. Плетеная, да. Да. Загав тагор. Чистое золото. Из чистого золота. Из чистого золота. Спасибо, Тимофей. Да, все правильно. Так. Тедзайн. Ирина, Ирина. Мишбетцот. Мишбетцот. Вот что такое? Я еще не запомнила. Мишбетцот золотой. Как оправа. Золотые, две золотые оправы и два кольца золотых. И далее эти два золотых кольца. В данном случае кольцом, да. Что это было? Два кольца. Кольце – это край. Кольце – это край, конец. На двух углах вот этого хошена. Хошен – это нагрудник. Да, спасибо. Я думаю, что вот с этой фразой собрана загадка. Два кольца, два конца. Что посередине? Куэнгаду. Куэнгвестик. Нет, нет. Куэнгвестик. Да, это тяня Куэнгвестик. Да. Ясно. Так, спасибо. Юдзайн. Так, Людмила. Людмила. Куда она убежала? Вот, я вам выделю. Да, да, да. Бывает, ну, штей ха-авотот хазахав, аль штей хатабаот, аль кэцот хахошен. И дали буквально от слова тент, но тент на тан. И дали два шнурка золотых на два кольца на края хошена, по краям хошена. Да, вот как мы в прошлой фразе встретили «авот», так здесь «авотот». Смысл тот же самый, то есть какая-то плетенка, плетеный шнурок, наверное. Да. Спасибо, Людмила. Да, да. Теперь? Не шнурок, а цепочка, они же золото сделаны были, значит, золотая цепочка. Ну, цепочка представляет себе как соединенные звенья, а здесь это был, наверное, плетеный шнурок. Скорее, да, а вот тот же. Ну, хорошо, допустим. Из золотых нити получается плетенок? Видимо, да, видимо, из нити золотых как-то, как его можно было бы еще из золотых. Не знаю. Не знаю, мы не видели, к сожалению, все это. Дай Бог, мы увидим. Так. Ага. Юд. Юд. Юдхет, да? Андрей у нас. Юдхет, да. Юдхет. 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 Беха. Юдхет. Юдхет. Свёт давых. Беха. Иг-дев. Да, верно. Теперь попробуем перевести буквально что это? И два края, да, два битых шнурка, буквально далее, на две, Андрей, вы помните? К двум оправам, да? Да, интересный вот такой суффикс, и далее их, буквально одно слово, и далее их, на плечевые лямки вот этого эфода. Эль муль, это буквально напротив муль, напротив лица его, лица коек. Где вот эти цепочки и где лицо? Имеется в виду, что вот там, где было лицо, вот там и шли цепочки. То есть они шли по ширине лица, не уже и не шире. Вот так. Так, да, есть. Спасибо. Спасибо. Так. Иуд, иуд, и положили на два края нагрудника аль-сфато, то есть на цефа – это губа, и сфат-гаям – это берег моря, да, на края его, которые эль-эвер, а эфод, которые на стороне эфода, бейта, слово бейт, кроме того, что это дом, это еще означает внутрь, внутри, то есть внутри, да, как были расположены эти табао-дзагав? Ну, вот здесь это описывается, да. Где они были, эти табао-дзагав? Аль-ксота хошин, на краях, вообще-то на самом деле, на углах хошина. Так. Замечательно. Каф? Да. Угу. Прошу вас. Анна? Так. Ваясу, штех, табао-дзагав, ва итнум, аль-штех, хитфот, аэфод, милмата, мимуль, панав, леумат, махбарто, мимааль, ле-хэшев, аэфод. Так. И сделали два золотых кольца и прикрепили к двум оплечиям ифода. Милмата? Милмата, миму, сни, тут получается, снизу с лицевой, у меня написано, снизу с лицевой стороны. Мимуль панав, ага. С лицевой. Ну, имеется в виду, видимо, то, что были четыре колечка, два крепились вот наверху к этим двум оплечиям, а еще два снизу, они должны были к поясу прикрепляться, чтобы этот нагрудник не сползал, как бы, чтобы он не ерзу, по человеку одержал. Мимуль панав, против лица. Да, против, против, ну, допустим, написано, против шва его, ну, шов имеется, над поясом ифода, мимааль, хашеф, 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 то есть над поясом. Да, вот это леумат, махбарто, махберет, это как хипу, то есть эти, соединение его, ну, шов, перевели как шов. Мимааль, это сверху, ла, сверху над поясом, да. Над поясом ифода. Да, слушай, может быть, я вот, переводя предыдущую фразу, неправильно понял, панав, это может быть не лицо коэна, а это может быть лицевая сторона. Лицевая сторона, я тоже думала, при чем здесь лицо коэна. Ну, вот, что-то мне так вот, сантимент у меня к коэну. Что делать, да. Хотя ифод тоже штука важная. Так, да, да, замечательно, спасибо, Анна. Каф, алиф, да? Да, как алиф. Тимофей, ва иркесу, это хошен, и миттаб отап, эльтаб от аэфод, бифтиле тхелет льет льет али хешев, аэфод, было изах ахошен, мэль аэфод, ка шер цива ашем этмоша. Да, да, чудесно, да, интересных слова тут будет, ва иркесу, рэхес, скрепили, скрепили закрепление, совершенно верно, скрепили хошен от его колец, к альцам эфода, ниткой голубой, над поясом эфода, чтобы над поясом эфода, и не... Язах это, да, это у архаичной формы не сдвигается, чтобы он не сдвигался, хошен, мэль аэфод, а с места над эфодом, так заповедовал всевышний мэршен. Как повелел, Бог Моисеев, да, совершенно верно, спасибо, спасибо, Тимофей. Кафбет. Так, Ирина, подняли немножко. Вот я выделил, я выделил, да, вот так вот вам везет, что именно на вас я сдвигаю текст. Видите, да, Кафбет? да, 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 это мэль аэфор, маасе, орэг, кэлиль, такэлет. Кэлет, верно. И сделали пальто серое. Нет, нет, эфод, эфод, это плащ, плащ этого эйфода, да, это еще одно одеяние, пииль, это плащ, да, маасе орэг, это ткач, то есть работа ткача, вот, а вот кэлиль, да, кэлли, кэлли, ну как куалли, куалли, или куалли, или куалли, то есть все, все целиком из вот этого кэллица. Да, это был, да, этот плащ был целиком сделан из шерстяных нитей, от крашеных хэллиц. Клиль, от слова коль, да? Да, коль, Да, понятно, спасибо. Все, коль, да. Так, кав гибел, кто? Так, Людмила. Так, Людмила. Савиф, Ло, Икареа. Да, вот так вот, интересно. У, фи, га, мэйль, пи, это вообще-то уста. И иногда используется значение лэфи, то есть по устам буквально, то есть на основании чего-то. Ну, на основании, например, закона. Да, но здесь в прямом смысле пи, это как отверстие, мэйль. Мэйль был полосой ткани тхэдет, с отверстием посередине, которое надевалось на голову, так что часть свисала спереди, часть сзади, так, а сбоку он был открыт. И вот это вот отверстие, пи, а мэйль, бе, тохо, посередине его, внутри его, то есть посередине мэйля, кэфи, тахра. Вот это слово, я искал в словаре, и как оно написано, и не нашел, да, но когда я долетался заменить алиф на хэй, словарь выдал мне интересный перевод, кольчуга. Что такое кольчуга? Это одежда металлическая, сплетенная из металлических колец. С одной стороны, она все-таки защищала от меча, ну, конечно, ни от пули, ни от копья, но с другой стороны, она все-таки как-то была эластична, можно было в ней повернуться, то есть кольца немного позволяли какие-то движения, в отличие от, например, лат, которые были сделаны из куска металла, и, значит, как-то ограничивали движение. Так вот, при чем же тут кольчуга? Значит, это отверстие, да, было обработано вот таким образом, то ли обметано, то ли обшито, да, кэфи тахра, цефа лепив савив, то есть уста края, вот этого отверстия, от слова пэ, тоже рот, вокруг, да, ло-и-ка-ре-а, вот этот корень, чтобы не порвался, да, этот корень означает рвать, чтобы не порвался, да, совершенно верно, да, спасибо, Людмила, да? Да. Так, Андрей, Андрей, Андрей. Так, так, мэйль, мэйль, да, верно. Так, ваясу и сделали, аль шумлей, слова шумлаем, это поля, как поля шляпы, так и, например, обочина дорог. Правильно я сказал, обочина это называется? Шулей, так, 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 шулей, аль, по краям, мэйль, имеется в виду короткие стороны, то есть то, что шло горизонтально спереди и сзади, вот на этих краях, что сделали? римуней, тхелет, это аргаман, это лаат, шани, маршзар. Римун, это гранат, гранат имеет форму сферическую, то есть вот такие вот штуковины из нитей каких? тхелет, аргаман, тлаат, шани, маршзар. Чуть-чуть еще почитаем, и это все, на что мы можем рассчитывать сегодня, потому что глава действительно сложная, но, с другой стороны, она во многом повторяет то, что было сказано в предыдущих главах, то есть сначала было описано, как было велено Моисею делать все это, а потом получается, как это все было сделано. Вот, если у вас желание самостоятельно, вы можете посмотреть, что там дальше идет, а мы пока прочитаем еще одну фразу, и сделали, что такое паамон, это колокольчик, загавтагор из чистого золота, и дали вот эти колокольчики, буквально среди гранатов, по краям мииля, плаща вокруг, вовнутрь, буквально среди этих римуни, есть два объяснения, по рамбан, в каждый вот такой гранат, был вставлен колокольчик, но есть другое объяснение, что они чередовались, и мы сейчас увидим, вот это я тоже возьму на себя прочитать, паамон в римон, паамон в римон, аль шулей хаме иль савив, ле шарет, кашир цива шем, эт мошэ, паамон, колокольчик, в римон и гранат, колокольчик и гранат, то есть вот так вот они чередовались, так можно понять вот эту фразу, по полям, по краям, плаща вокруг, ле шарет, чтобы служить, как повелел Бог Моисею, значит очевидно текст допускает и такое прочтение, что в каждом гранате внутри был колокольчик, и такое, что между двумя гранатами, да, в итоге был колокольчик среди них, то есть они чередовались, так вот на этом мы наверное остановимся сегодня, так к сожалению вот я не вижу, что Александра у нас сегодня появлялась, мне было бы важно ее спросить, было ей полезно это занятие или нет, но такой возможности она меня лишила, значит, ну что же, дамы и господа, пожелаем мира на всей земле, мирного неба Украине, и чтобы воля Всевышнего свершилась, скоро урим, а это у нас особое время, да, будем надеяться, что Всевышний не оставил все человечество, да, спасибо, спасибо всем на сегодня, спасибо большое, до свидания, приходите еще, приводите в музей, всем счастливо, пока, сурот-то вот, пока, пока, дорогой,